Три премьеры в один день. В концертном зале «Зарядье» прозвучали новые произведения композитора Павла Карманова. Сольная пьеса «Шуманиана» посвящена пианисту Алексею Любимову, который в этот вечер и представил её слушателям. Впервые были исполнены произведения «Голландия» для сопрано и фортепианного квинтета на стихи Иосифа Бродского и «Секстет» для струнных и фортепиано «Я поставил свой дом». Сегодня композитор Павел Карманов – гость нашей студии. Павел, есть плоская страна, переходящая в конечном счёте в море. Это стихотворение имеет непосредственное отношение к первой премьере. Я очень люблю голландского композитора Семёна Тенхолта. И, как известно по легенде, он жил в дюнах в неком маленьком домике, где писал свою повторяющуюся репетитивную музыку. И мне пришла в голову какая-то картина, как будто бы я еду на велосипеде по этим дюнам и езжу вокруг этого дома, слышу изнутри дома музыку Семёна Тенхолта. И вот таким образом родилась пьеса, и туда органично вошёл текст Иосифа Бродского про Голландию. Ещё одна примера – это древнекитайская поэзия «Я поставил свой дом». Мы говорим о творчестве Тао Юань Миня. Это известный очень поэт древнекитайский. Я много читал его и люблю его вот это конкретное стихотворение с 90-х годов. Уже лет, получается, 30 это стихотворение живёт со мной. Весь мой концерт под названием «Три премьеры». Это не только мой концерт, там ещё есть музыка Моцарта и музыка Наймана. Он весь построен вокруг фигуры нашего любимого профессора Алексея Борисовича Любимова из знаменитого пропагандиста музыки Джона Кейджа в том числе. Там будет зачитан текст в фонограмме, будет подготовлен как у Джона Кейджа рояль, то есть он будет препарирован разнообразными железными предметами. Это будут болты и всякие там прочие железяки, которые будут засунуты между струн. Возникает такое своеобразное звучание, которое придумал ещё Джон Кейдж в 50-е годы. Вот как омаж Джону Кейджу я использую этот рояль. У меня он наполовину препарирован, наполовину по белым клавишам он нормальный. Шумуниана, написанная для Алексея Любимова, это тоже музыкально-поэтическое произведение? Алексей Любимов вообще является моим музыкальным отцом и моим лучшим музыкальным другом, пропагандистом моего творчества. Он играет мою музыку довольно часто с 96-го года. И он вот эту пьесу Шумуниану наполовину её придумал, потому что я пришёл к нему домой, и он мне показал ноты вот этой третьей фортепианной сонаты Шумуна, которая редко звучит. Там совершенно прекрасный, чудесный финал. И он обвёл какие-то особенно приятные для него места в этой партитуре, в этих нотах. И я на основе этого сделал такое какое-то своё тоже посвящение Шумуну, некий аммаж в его сторону. Ну и, конечно, всё это вместе является большим и мощным посвящением прекрасному Алексею Борисовичу Любимову. 11 января, там же, в Заряде, вы представляете ещё один проект «Вертеп». Да, вы знаете, это очень важный для меня проект. Я его сделал ещё в 2002 году с участием ансамбля «Сирин». Я сделал такой, как будто сейчас бы сказали, что это рерайт, то есть переделка, переписывание этой музыки. Заново и создал свой «Вертеп», который... Это каноническая, в общем-то, структура, такой спектакль маленький, который делает «Сирин» часто. И акапелла, то есть соло, без всякого оркеста. Я сделал, как бы, вот такую мощную аранжировку, что-то переделал, ввёл туда рок-группу. У нас играет «Вежливый отказ», у нас играет Аркадий Шелклопер, у нас поёт «Старостин» Сергей с товарищей. И, в общем, это всё готовится, как мощный новогодний праздник музыки. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.